Продолжение следует... Считаю, что я не гожусь, но это не драка в переулке с тихой войны. Сейчас, наверное, меня засудят. А я вообще снимаю? Снимаю. Так что мы посмотрим, потом вам скажем. А меня все равно не видно. О, лучше так вот. Так что мы выйдем, а потом скажем. Думаю, что мы будем смеяться везде. Мы выиграем эту войну, потому что у нас лучшие войны. Все, я люблю себя в темноте. Начнем. Пока-пока. Мы только что вышли из кинотеатра, мы посмотрели Крик, и на самом деле мне даже понравилась концовка. А так вообще мы очень долго смеялись. Еще на чем мы смеялись? Ну, это круто, если бы нас всех перерезали там в зале. Ну, это именно фантазия, не знаю, что для нее круто. А сейчас мы идем в туалет? Мне сюда. Ну да, ты можешь идти с нами. Я один раз на туалет нашла. Да еще я хорошо... Неудивительно. Продолжение моего разговора с вами. Что насчет фильма? Мне понравился момент, когда девушка там у себя убивала. Я накинула себя об стул, об стеклянный. Я смеялась очень громко. Еще, наверное, было пару моментов, когда я хорошо так взвизнула, хотя я не думала, что тут вообще не буду кричать. Он... Элли порол вообще. Еще больше, чем я, хотя говорила, что не спугается. Так что он на тебе... Так. Но он смотрел все части. Так. Мне понравилось. Нет, мне не понравилось. Давай на пучке. Фильм мой. Ну, а что насчет фильма? Если вы не знаете, как его фильм пойти на выходные, посмотреть, не идите на него, потому что он не пустит на вас большое впечатление. Вы просто хотели сходить в фильм, а то мы на какой-нибудь... пошли, им было говнецо. Одно хорошо, мы сидели одни в зале. Не знаю, говорила я вам это или нет. Сидели все где-лили, и нам было весело, да. И мы постоянно оглядывались, сильно шутил, что сзади у нас кто-то может сидеть с ножом. Шути. Ну, было весело. Ой, смотрите, какой классный динозавр, сколько их много. Экстен, экстен. Я всю жизнь мечтала, чтобы меня узнали в топ-шопе. И меня узнали. На самом деле, было не так приятно, потому что... Ну, у меня, я уже как рассказываю, у меня хорошо развито боковое зрение. Ну, это опять, Эля, неважно. И вообще, как бы, молодой человек так резко подскочил за нами. Я сразу обратила внимание, подумала, что... Неужели я так, хреново, выгляжусь в своем новом пиджаке, как нищеброт, что, мол, я могу что-то сфереть. И он так, знаете, подлетел и начал ржать. Я думаю, ну ладно. У меня странный сегодня пиджак. Пиджак. Может быть, это нормально, что-ли сумеется. У меня отличный пиджак. Ну, просто мой стиль, мой стиль, никому не понятен, и это было, в принципе, как это? Не удивляет. Приемлемо. Сколько-нибудь поржал мне, наверное. И тут, значит, издаётся голос. Я уже стою с Элей, так я думаю, ну ладно, поржали, хрен с ним. Я привыкла. И, значит, а ты видео сама снимаешь? У меня есть так порталки, я уже догадываюсь, что мы спросили. Смотрю, нам туда идти. Да-да. Смотрю, а там стоит молодой человек, не знаю, сколько лет. Лет 20. Нет, 21-22, наверное, ну, неважно, взрослый. Это просто улыбка спросила у меня, и я такая, опять же-таки, боюсь сказать, да, думаю, может, побьют или ещё что-то. Да, классно, да, посволь, что-то парни поржали. А, ну, смотри, ржачно, что-то. Ржачно, да, или что-то такое. Ну, потому что опять надо мной поиздеваешься, но это меня залили, как шопы. Ты сейчас посмотришь потом это видео, да? Я светился. Потом я никогда не смогу сходить в топ-шоп. Да. Так что, кстати, было мне очень приятно. Скажи, копточку свою ты купил. Да, едино. Это всё из-за тебя. Я туда бы не пошла бы. Ага, я вообще в женскую эту. Да, он вообще, он вообще подошел в женскую раздевалку, постоял там минут пять. Он с Сальёй его подождает, как раз участвовал весь разговор с молодым человеком. А потом вышел, говорит, а вы знаете, это женская раздевалка, туда мне нельзя. Что ты делала всё это время? Он думал, какую же раздевалочку мне выбрать. Нет, я мерился. Какими местами? Ну, это опять. Да Эля, как всегда, залезет везде. Я считаю яркий печат, я говорю, что смешно. А то ни у кого не будет нормальной фотографии с Катей. Админишка Эль. Мы вообще, куда идём? Мы на ВДНХ гуляем. Причём, я заметила, что, не знаю, вчера, так как все светили куличи, я получила особое удовольствие, так как на улице было куча народу. И вот это ощущение того, что у нас какая-то безлюдная страна, и никто здесь не живёт. Оно ушло у меня. И посмотрите, какая главная толпа. Я понимаю, конечно, сегодня же праздник. Это же Христос Воскресе. И народы все гуляют. И вообще сегодня воскресенье, но всё равно, смотрите, как много людей. Всё будет хорошо, я это знаю. Только можно. Да, мне нравится, Роман. Вау, ребёнок сейчас хорошо. У меня такая есть плохая привычка. О, Господи. У меня такая плохая привычка, если когда дети падают, я исторично смеюсь. Это самое страшное для меня, что вообще... Потому что привыкла в детку, сама на собой смеяться. Я почему так стыдно, потому что родители всегда смотрят на меня, а я не могу сдержаться. Они такие милые, они падают, а они ничего сделать от этого не могут. Они шлёпаются с велосипедов, бегут, падают, и мне смешно. И всё равно они дальше продолжают. Да, а потом ещё если падают, то ваще феерия. Всех привет, это опять я. Да, да, это я. И сейчас мы едем. Канелите. Или лучше получается. По трижды раз говорить всем привет. На улице очень жарко. Любейся. Убейся. Вау, тут так классно. Кстати, я купила для себя кольцо. Как у Ванны Сеха, джинский шпаток. А я как... Если вам что-то это говорили, а я тоже не... Ух, как я не могу. Зря я сказала. Зря я. Эй, а ты в курсе, что экран смотрит на меня? Не знаю, точняк. В общем, вот так вот, я знаю, вот так вот, вот. Ой, нет. Блин, я сейчас чуть не испугалась. Думаю, вы что сидите-то там, монорец уже приехал. Ой, как красиво, все пусто. Сейчас быстрее. Я какну. Я чур какну. Я 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 какну. Слышали, как звучит? Я какну. Я какну. Тихо. Здравствуйте, сидите, сидите. Три места, три места. А, ты меня убил со сумкой. Фотоаппарат. Тихо. Пять машин, которые ненавижу. Охренеть, сколько вообще машин. Тупые праздники. А я уже в очках. Потому что трясла. Какой ужас, вообще пипец. Зачем столько машин? Зачем? Я... Ты можешь себе машину покупать? Не знаю. Я не буду. Я буду всю жизнь кататься на велосипеде или пушком ходить. На роликах. Да, еду я сейчас на это. Как она называется? На... На рельсе. Господи, смотрите, как машина. Это просто это... Дурдом. Блин, здесь какие-то стоянки. А там что творится? Слушайте, напишите мне в комментариях, у кого у вас там по семье машины. Да, но у меня это плохо. У меня в семье... У меня 20. Вот я думаю, что... Ну, вообще, я вот в квартире совсем проживаю. У нас одна машина. Наверное, можно сказать, две. Семья. Довольно. А семья состоит раз, два, три, четыре... Ну, из пяти человек, то есть у нас две машины на пять человек. Сколько у вас? И еще раз, посмотрите на это. Сколько людей. Вау. Ужас. Охренеть. Стадо? Такое ощущение, как у нас последняя колбаса остались. Да, копытка баса бесплатно раздает. Так что напишите в комментариях, мне интересно задают сейчас. Нет, это охренеть, зачем нам в таком машине? Хотя метро, она у нас тоже, для нас не резиновое. Кстати, я хочу вам показать, как круто вот у нас... Да, не у нас, а вообще висит реклама первого канала. Большой, огромный щит, если вы увидите, да? Сейчас будем проезжать мимо самого Фили... Ну, не знаю, как... Парадную... Через парадную... Остаткинскую... Это вообще, что такое Остаткинская, что это? Телецентр. Телецентр, да. И там, значит... Ну, сейчас я вам покажу. Ну, вот видите, большой щит. Огромный просто. Билборд, первый канал. Это как мы первый канал любим на стране. А здесь висят, значит, плаги других каналов. Заметьте, какие плаги там, не знаю, МСТВ, что здесь еще. Поворачиваю на рельс наш. НТВ и профи. Сравните с огромным билбордом там. Больше, значит, федеральный канал. Хотя, наверное, они тоже федеральные, нет? Не знаю, ответите мне в комментариях. Так что... Такие вот масштабы, да. Круто.